Прана-вайю в основном отвечает за ваше дыхание и мыслительный процесс. Если произойдет сбой, в теле появится вялость. Ваша прана между пупком и основанием горла не будет работать как следует. Ваше дыхание, мыслительный процесс и обоняние станут хуже. Эти три процесса очень важны, если вы хотите быть энергичным человеком. В теле происходят различные движения, и каждый человек в той или иной степени знает об этом. Если вы врач, вы называете их, например, кровотоком или функцией желез, которые влияют на ваше настроение и переживания. Но есть нечто более глубокое. В первую очередь, не должно быть никаких блоков в движении энергии, в движении различных вайю в системе, в теле. Особенно в области головы есть жизненно важные каналы. Когда эти каналы заблокированы, оставаться энергичным очень сложно. Именно в этом контексте мы проведем следующие пять полнолуний, рассматривая механику того, что делает человека радостным и полным жизни. В чем заключается эта механика? Что необходимо делать? Слово вайю буквально означает то, что движется. И обычно под этим подразумевают воздух. Сейчас здесь движется воздух. Это сложно не заметить. Вместе с ним движется много всего. Итак, аспект, который мы называем вайю, это то, что движется. Также он является элементом. В теле, фундаментальным образом, он проявляется в виде пяти основных вайю. Но если вы хотите разобраться в этом глубже, то пять превращаются в десять. Если вы хотите знать об этом все тонкости, то их становится восемьдесят четыре. Но они очень тонкие, и нужно посвятить много жизни тому, чтобы разобраться в них. Как правило, если у вас хорошо работают пять вайю, остальные запустятся и будут функционировать естественным образом. Значение вайю в том, что они перемещают все в системе. Эти панчи вайю необходимы для вашего пищеварения. Циркуляция, распределение питательных веществ в организме, очищение от отходов на клеточном уровне. Движение нужно для всего. Если движение остановится, то тело не сможет поддерживать жизнь. Итак, сейчас мы рассматриваем как раз этот аспект. Является ли поток полным, затрудненным или заблокированным. Итак, правильное дыхание. Понаблюдав за спящим ребенком, вы увидите, что он дышит определенным образом. Дыхание в основном происходит между основанием горла и пупком. Он не дышит нижней частью живота. Только здесь и здесь, но не здесь. У некоторых взрослых, возможно, выработалась привычка дышать всем животом. Если это произойдет, в теле появится вялость. Если вы едите определенные виды продуктов, у вас образовываются газы ниже пупка. Мы рассматривали это на внутренней инженерии. При употреблении большого количества клубневых, например, картофеля, у вас будут образовываться газы ниже пупка. Как только там образуются газы, ваша прана между пупком и основанием горла перестанет работать должным образом. И уровень активности в системе снизится. Именно поэтому тем, кто медитирует, учится, тем, кому нужно сосредоточиться или бодрствовать в течение длительного периода времени, не следует употреблять такую пищу. Еще одна причина, по которой сегодня такое происходит во всем мире, по мере того, как глупцы думают, что они становятся все более и более современными, их пища становится все старше и старше. Свежая еда для нецивилизованных. Цивилизованные люди должны ходить в супермаркет и покупать еду в коробке. Пластиковую упаковку с коробки выбрасывают, прекрасно осознавая, что она не биоразлагаемая. Банка может быть сделана из пластика или алюминия или чего-то еще. Если хотите, можете разогреть еду в микроволновке, что является еще одной ошибкой, и затем съесть. Эта еда минимум трехмесячной давности. Нет-нет, она хранилась в холодильнике. И туда добавлены консерванты, чтобы еда не испортилась. Это двойная ошибка. В йогической традиции приготовленная пища должна быть съедена максимум в течение полутора часов. Есть определенные типы пищи, которые можно съесть в течение четырех часов, но после этого мы даже не будем к ней прикасаться. Неважно, насколько это вкусно или хорошо выглядит, употреблять такую пищу уже нельзя. Иначе в системе будут вырабатываться газы, не только в желудке, что вы можете почувствовать. Во всей системе вырастет та ваю, которая будет работать против вашей пранаваю, что значит, ваше дыхание, мыслительный процесс и обоняние станут хуже с течением времени. Эти три процесса очень важны, если вы хотите быть энергичным человеком. Все это — разные способы активации различных видов праны. Есть простая практика, которую вы можете выполнять в течение 6-7 минут, и вы заметите, что ваша система заряжается энергией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова